Здравствуйте! Сегодня 8 августа и мы говорим о ситуации на рынке Форекс с главным аналитиком компании Макси Форекс Владимиром Севашовым. Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте! Закончилась очередная биржевая неделя. Что можно сказать об исполнении ваших предыдущих прогнозов по евро и фунту на прошедшей неделе? Движение пары евро-доллар на торгах прошлой недели существенно отличалось от наших ожиданий. Прогноз по паре за период с 2 по 6 августа предполагал разворот и снижение евро к установленным уровням. Вместе с тем мы указывали на вероятность пробоя вверх максимума предыдущей недели. Но ожидали в этом случае кратковременный подъем пары к уровню 1,3125, а далее разворот и снижение евро. Фактическое же движение валюты после открытия недельных торгов продолжило активное восстановление своего курса, которое продолжилось практически до конца недели. Надо отметить, что экономическая статистика из Европы и рост мировых фондовых рынков оказали на прошлой неделе значительную поддержку единой европейской валюте. Одновременно поддерживающим для евро фактором стали слабые экономические показатели из США. На этом фоне курс евро относительно доллара вырос до уровня 1,3332, сумев вновь продлить восходящую коррекцию и возродить ожидания рынка на продолжение роста пары. Прогноз по паре фунт-доллар предполагал снижение пары, но вместе с тем предупреждал и о возможной попытке британской валюты пробить максимум предыдущей недели и возобновить подъем. Фактическое движение пары подтвердило именно эту опцию прогноза. Позитивные оценки перспектив британской экономики, хорошие новости по реорганизации британских компаний, опубликованные в начале недели, и усиление настроя инвесторов к покупкам высокодоходных валют вызвали активный спрос на британский фонд. Курс его по отношению к доллару вырос, установив максимум недели на отметке 1,5997, достигнув при этом целевых уровней прогноза на подъем и даже превысив их на 140 пунктов. Владимир, какой прогноз по евро вы можете сделать на следующую неделю? Евро в паре с долларом США по-прежнему находится в верхней зоне восходящей коррекции. Чтобы развернуть ценовое движение и начать новый нисходящий цикл, паре не хватает инициирующего импульса. Негативная экономическая статистика пока преследует доллар на фоне достаточно благоприятных отчетов по еврозоне. Возможно, заседание Комитета по открытому рынку США во вторник изменит ситуацию. В нашем прогнозе на неделю кратковременное снижение пары и ее последующий подъем ориентировочно в ценовую зону 1,3350-1,3430. Это завершит волновой цикл восходящей коррекции. Далее ожидаем разворот евро и снижение его курса к целевым уровням 1,3207, 1,3157, 1,3099, 1,2980, 1,2919 и ниже в направлении 1,28. А что ожидает пару фунт-доллар? Фунт также находится в завершающей стадии восходящей коррекции и по тем же факторам, о которых я сказал выше, еще не исчерпал до конца потенциал подъема. Мы ожидаем кратковременный подъем пары в ценовую зону 1,6024-1,6068, а затем разворот и снижение пары в новом нисходящем цикле к целевым уровням 1,5903, 1,5820, 1,5751 и 1,5681. Владимир, какие макроэкономические показатели, выходящие на следующей неделе, могут быть интересны участникам торговли? Я назову лишь те показатели, которые, как правило, приводят к активному движению валют на рынке. Во вторник будут опубликованы решения Банка Японии и Комитета по открытому рынку США по основным процентным ставкам. Изменений здесь не ожидается. Ставки останутся на прежнем уровне 0,1% и 0,25%, соответственно. Однако активные интересы рынка вызывают сопроводительные заявления и протоколы заседания Комитета. Заинтересуют участников рынка также данные торговых балансов, которые представят на этой неделе Великобритания во вторник, США в среду и Евросоюз в пятницу. Кроме этих показателей, интересны будут также количество обращений за пособиями по безработице и уровни безработицы в Великобритании и в США, которые будут опубликованы, соответственно, в среду и в четверг, данные по объемам промышленного производства Японии и Евросоюза в четверг и предварительные показатели по ВВП Еврозоны за второй квартал в пятницу. Спасибо, Владимир. Более подробную информацию и обоснование наших прогнозов смотрите на сайте maxiforex.ru. А мы прощаемся с вами и желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Редактор субтитров А.Семкин